Сейчас мы с вами поговорим об общих проблемах. Одно дело показать это на выставке, а другое дело на всем объеме, потому что чем мы занимаемся? Кто был вчера, Сергей об этом говорил, о том, что современное христианское искусство растворено и непонятно, где его найти и как найти. Даже церковное искусство и то, надо знать, как говорится, места, потому что не в каждом храме есть хорошие иконы, и это большая сегодня проблема. Но мы с вами поговорим. Действительно, мы назвали нашу беседу «Трудный путь из прошлого в будущее». Он действительно трудный, хотя в этом году даже была такая большая конференция в Святой Тифоновском институте, 30 лет возрождения церковного искусства. И как бы подводили итоги. Но когда подвели итоги, поняли, что они не очень на самом деле у нас, ну так скажем, не очень они у нас такие оптимистические. Начну я на самом деле с, может быть, самого курьезного случая. Это военный храм, главный военный храм. Итог 30-летия, возрождение церковного искусства или, или что. Потому что если это итог, как многие художники писали, когда он только еще строился, была большая очень полемика в интернете. И, слава богу, даже от чего-то удалось убедить отказаться в мозаиках. Но даже вот эта панорама, снятая сверху, сразу вас ввергает, наверное, в некоторое недоумение. Что это? Если бы, ну, английский парк все-таки не совсем так строится. Это скорее похоже на какие-то компьютерные игры, на космическую площадку, там, для взлета некоторых. Ну, ясно, что здесь, так сказать, современное мышление очень сильно поработало. Давайте войдем внутрь. Да, главный храм вооруженных сил и парки Патриот. Вот, внешне он выглядит таким зеленым. Это концептуально, мы говорили с архитектором Дмитрием Смирновым. Вот он хотел, чтобы цвет хаки присутствовал в храме. Ну, вот, не случайно многие называют этот храм танк с куполами. Потому что, в общем, для архитектуры цвет хаки, ну, совсем, ну, не только непривычен, а даже, я бы сказала, противоречен. Хотя, видите, Патриарший собор, воскресенье Христово, посвящен 70-летию Великой Отечественной войны и ратным подвигам русского народа. Вот, входим туда, да. Храм достаточно обширный. Много там сделано, в общем, неплохо, но много вызывает недоумение. Дело в том, что, когда я ввела экскурс, я хотела вам показать, как мыслит современный кнописец. Да, вот как он пытается там древние образы или даже новые делать. Ну, он исходит из смысла, да. Вот здесь я не знаю, чем руководствовались люди. Вот, но тем не менее, вот, когда мы входим, мы видим, вот, там тоже все достаточно такое зеленое. Синим обозначено только апсида, таким подсвеченным синим со звездами. И вот такой вот золотой Христос. Да, и вот этот алтарный образ, главный образ храма делал известный художник Дашин Амдаков. Чем он известен? Известен тем, что он вообще бурят, буддист. И делает всякие такие, ну, международное арене очень известный, но своими такими маленькими скульптурками, которые немножко похожи, ну, вот, на каких-то драконов, на каких-то вот таких вот непонятных чудовищ и так далее. Да, и коллекционеры его очень любят. Да, но при чем здесь православный храм, да, казалось бы, да? Нас спрашивают, почему мы в этом Ельцин-центре, а почему буддист делает главный образ в храме вооруженных сил? Тоже большой вопрос. Дальше больше, потому что в этом храме появляется такое новое слово, я бы сказала, в современном церковном искусстве. До этого еще не было. До этого мы все время спорили, какое главное направление, древнерусское или византийское. Вот, ну, кто-то говорит, что поздние стили тоже имеют свое, как бы, свое место в церковном искусстве. Да, кто-то сегодня прославляет там стиль синодальный, академический. А вот здесь появляется софреализм. То есть такие мозаики, знаете, как в советском метро, только гораздо худшего качества. Ну, всяко бывает. Самый удивительный образ – это на западной стене, когда вы обращаетесь назад от этого золотого Христа, который даже трудно назвать Христом, но ладно, алтарный образ. Вот, на западной стене вас встречает такая Богородица, которая таким женским буквально выдворяет вас из храма. И возникает вопрос, может быть, это не Богородица, может, это Родина-Мать? Что подразумевали иконописцы или художники? Там, конечно, не иконописцы работали, а художники в этом мастерской Нисференко. Но, в любом случае, вот, явно, так сказать, это парапраз известного советского плаката. Ну, это, как говорится, начало. Конечно, я не про это хотела сказать. Это я просто вам показываю, что, к сожалению, действительно прошло 30 лет с того времени, как, ну, по крайней мере, официально началось возрождение православия, возрождение православного искусства, хромостроительства. И вот шли очень интересные поиски. Сейчас мы о них, конечно, поговорим. Очень интересные. Иногда, может быть, такие спорные и так далее. Но они были, да? И вдруг появляется такой храм, где никто ни о чем не спорит, а просто сверху приказ, и все делается. И, ну, пусть цветут тот литок. Давайте посмотрим, отмотаем пленочку назад, посмотрим, как все начиналось, да? Ну, все помнят, что в 83-м году Русской Православной Церковью был, он был первый, собственно, монастырь. Потому что до этого у нас монастырь было минимум-миниморум, там, пять, что ли, всего, вот, и часть из них вообще на присоединенных территориях. Вот. В 88-м году этот монастырь стал центром празднования тысячелетия Крещения Руси. И, собственно, эта дата считается вот таким поворотным моментом, когда официально прекращаются гонения, а гонения были на верующих вплоть до 85-го, 87-го года. Вот. Ну, конечно, это были уже не массовые, не гонения, там, 30-х годов. Вот. Но все-таки. Вот. И вот, ну, вот, почувствуйте разницу, да, наверху, как выглядел в Даниловом монастырь до реставрации и как он выглядит сегодня. Вот. Иконописными работами в этом монастыре занимался игумен Зенон, Зенон Теодор. Это имя, наверное, вам знакомо, по крайней мере, многим, кто интересуется современным церковным искусством. Можно сказать, это такой человек, который, ну, стоял у истоков. Конечно, можно еще вспомнить в советское время, там, Марья Николаевна Соколова, монахиню Елеонию, которая восстанавливала трот Сергею Лавры, у нее многие учились. Вот. Но, тем не менее, да, ее ученики тоже дали определенный такой, ну, пласт современного церковного искусства. Но, наверное, отец Зенон сделал для церковного искусства более чем кто бы то ни был. Во-первых, к нему в Данилов монастырь многие пришли, кто уже начинал писать иконы, кто только начал писать, придя к нему, то есть из этого монастыря, там, за два года всего его работы, очень много иконописцев вышло. Вот. И надо сказать, что именно его как бы путь, сейчас мы его там посмотрим, он вот как бы обозначает вот те ступени становления современного церковного искусства, которое, собственно говоря, и является таким, я бы сказала, майнстримом. Хотя церковное искусство сегодня развивается скорее вширь, чем вглубь, и уже вот такого коммерческого, копийного искусства, нетворческого, конечно, гораздо больше. И иногда вот даже вот этого, этой главной линии не всегда, может быть, главную линию можно проследить. Но, тем не менее, мы сегодня ее проследим с вами. Вот вы видите наверху один из соборов Данилова монастыря, который был восстановлен, там есть еще один собор, который в академическом ключе был расписан, потому что он был построен в 19 веке, Осипом Баве, и там, ну, постарались восстановить как было, хотя тоже не все так гладко. Вот. А этот собор, который все-таки в основе своим 17 века, решили все-таки вот в таком традиционном виде восстановить в виде такого пяблого иконостаса с иконами в древнерусском стиле. Вот сегодня мы к этому стилю очень привыкли. И даже очень часто говорят, что это самый главный у нас стиль, либо древнерусский и так далее. Как ни странно, в 80-х годах это выглядело очень революционно, потому что тогда как раз духовенство любило академическую живопись или, скорее всего, живопись в стиле Васнецова. Вот с такими, знаете, вот, такими красивыми глазками, с орнаментами, с пейзажным, так сказать, симпоземом и так далее, и так далее, да. И вот такая аскетическая икона, вот как Спас Нерукотворный, или Цветы Даниил, вот, ну или другие иконы этого иконостаса, она воспринималась просто революционно. Вот сейчас это понять невозможно, да, потому что сейчас это, повторяю, ну, можно сказать, основа, основа, вот. И отец Зинон, конечно, с этого начинал. Так же начинала и Марья Николаевна Соколова, матушка Юлиония, вот. Но отец Зинон пошел дальше. Дело в том, что потом, когда после Даниилова монастыря его привлекли к иконостасу в Троицком соборе, Серафимов предел, нижний храм Троицкого собора, большого, самого большого древнего храма в Пскове, вот. Отец Зинон направил свои поиски в сторону Византии, потому что он уже понял, что, как бы, в Пскове, во-первых, московский стиль не подходит, как в Даниилово монастыре, и что, на самом деле, возрождая икону, нужно идти вглубь традиции. Это его выражение, идти вглубь традиции. И вот это вот рубеж 80-х, 90-х годов, его движение вглубь традиции. Вот. Надо сказать, он человек очень творческий, поэтому он перепробовал много разных стилей. Он копировал раннехристианские мозаики. Вот, например, такой инкустический образ апостола Павла, он, конечно, сделан с равенских мозаик, да, хотя в другой технике, но мы узнаем равенские мозаики VI века. Он писал в стиле средневековых мастеров, потому что вот это вот распятие, да, это, конечно, мы здесь узнаем такую раннеитарьянскую традицию, да. Он пытался восстанавливать технику инкаустики, он пытался найти язык книжной миниатюры. Вот когда я показываю вот там вот крайне правой нижней картинка, это Пушкин беседует с Туаретом. Но это не икона. И сразу люди встают, прям, сколько, как можно Пушкина на икону? Ну, во-первых, Пушкина можно на иконе, почему нет? Мириан изображали на иконе без нимбов. Там в древности это были квадратные нимбы, потому что квадрат это четыре стороны света, вообще земная фигура, а круг это небесный. А он вообще тут в лавровом венке. И потом это миниатюра, которая предполагалась, ну, не состоялась это издание, для жития святого филарета московского, которого как раз незадолго до этого канонизировали. Вот. И поэтому это, конечно, поиски современного языка в книжной миниатюре, которые тоже, в общем, сегодня интересно развиваются. Ну, и вы же помните, да, их переписку замечательную, поэтому их такой диалог тут он изобразил. Вот. В 1994 году от Судзенона отдали Мирожский монастырь в Пскове для создания международной иконописной школы. Дело в том, что к этому времени уже он приобрел международную известность. Он расписывал трапезную в Ново-Лавском монастыре, он работал во Франции, его иконы заказывали и в Грецию, и в другие страны. Вот. То есть он имел эту международную известность, и к нему уже стали приезжать люди со всего света. А сегодня на самом деле во всем мире очень большой интерес к иконе, очень большой. И наши иконописцы устраивают мастер-классы, ну, я не знаю, там, от Америки до Австралии, в Африю, в Европе, просто в каждой стране по множеству этих мастерских есть, куда приглашают наших иконописцев. Вот большой, очень большой интерес к иконе. Вот. Ну, и тогда вот выделили ему этот монастырь, древний монастырь с храмом 12 века, который как-то расписывали греки в 12 веке. Ну, храм, музейные помещения, а все остальные помещения, значит, вот предназначались для иконописной школы. Ну, и в 96-м году этот монастырь был удостоен государственной премии за вклад в возрождение церковного искусства, потому что действительно он очень много сделал, да, действительно у него много было учеников. Он восстановил очень крупные такие, ну, расписал иконостасы, сделал крупных таких известных памятников, там, Лукиданилов монастырь, там, Матройский собор в Пскове и в Псково-Печерском монастыре, насильником которого он тогда был. Вот. Ну, вот из Псковского и Печерского монастыря он перебирается сюда, и три года только смогли просуществовать здесь иконописца, он собрал такую очень интересную братью, именно иконописцев и тех, кто делает доски. Вот. Три иконописца было помимо него, и двое, кто делал качественные доски. Вот. То есть это действительно был такой уникальный проект, который мог бы действительно помочь людям вот обрести и хорошую технику, и хорошие навыки. Он такой человек, склонный к богословию, он очень интересно размышляет. Конечно, это была бы, конечно, грандиозная школа. Была бы, потому что ничего не получилось. К сожалению, церковь у нас часто закрывает подобные проекты. Дело в том, что международная школа, поэтому надо было думать, что приедут не только православные, приедут и католики. И когда одна католическая делегация попросила выделить им небогослужебную, просто какую-то комнату для богослужения в большой праздник, там, успение, что-то было, или какой-то праздник. Ну, конечно, этим пископу не понравилось, и он просто выгнал отец Зенона с братьями из этого монастыря. То есть школа не состоялась. Вот. В 97-м году, вот, 3-4 года они там всего пожили, даже 4-х лет не было. Отец Зенона с братьями был вынужден перебраться в такую глухую деревню и там образовать скит. И там он построил вот такой маленький храм. Вот. По собственному проекту. Такой, по принципу, по такому раннехристианскому такому типу. Вот. Такой базилики. И вот здесь вы видите очень простой, такой, я бы сказала, аскетичный интерьер, минималистический, тоже вот в таком раннехристианском духе, где всего две иконы инкаустические, низкие царские врата, высокий омон, как в древних доиконоборческих храмах было. Вот. И вот здесь вот они молились, даже не служили, потому что был запрещен на несколько лет служения. Но он не переставал работать. Вот. Вот работа этого периода в 2002 году святейший патриарх Алексей II лично снял с него все прещения, вернул ему антиминс, то есть возможность служить литургией. И более того, дал ему, как говорится, такое свободное благословение, то есть служить и жить там, где ему захочется, где он будет работать. Потому что во многие места приглашали, на одно время вообще не имел, так сказать, такого своего места. Сейчас новый скид. Вот. Там, где он работал, там он и служил. Вот. К сожалению, не все братья остались при нем. Кто-то уехал, там один на Кипр уехал, там другой, к сожалению, умер и так далее, и так далее. Да. То есть не состоялось вот этот вот удивительный проект, который дал бы нам просто огромную вообще, я бы считаю, ну, просто шаг вперед был бы. Вот. Но тем не менее. Ну, вот я специально здесь дала даже не только иконный рисунок, чтобы вы увидели уровень искусства от Фазенона, да. Он прекрасный рисовальщик, он вообще прекрасный иконописец, очень тонкий стилист, он очень умеет, ну, как бы, понять икону. Вот для каждого храма он делает совершенно другую икону, да. Он не пишет, вот так он себя не копирует. Вот. Для каждого храма он понимает, совершенно нужно понимать, что вот для этого такая икона подходит, для этого такая подходит. Вот. Ну и, конечно, он продолжает в основном византийскую стилистику. Вот он такой, как бы, лидер того византийского направления. Вслед за ним очень многие стали писать именно в византийском ключе. Вот. Ну, вот одна из таких его замечательных, я считаю, работ в 2004-2005 году он создал фресковый иконостас в сербийском храме мемориального комплекса протерея Александра Мения. Это вот Сергию Пасада, сейчас это уже в черте города, Сергию Пасада, поселок Семхоз. Это новый храм на месте убиения отца Александра, вот, которого он очень почитал, правда, при жизни он его не знал, вот, но считал своим долгом украсить этот храм, вот, память батюшки. Вот. И такие очень интересные, тоже, как бы, вот, с Деверстонского храма, вот с этого, с Китского, да, он идет по линии такого, ну, и раньше ты любил минимализм, но все-таки византия, она требует иногда и золота, и каких-то, ну, если не украшений, то, по крайней мере, такого царского блеска. Вот. Но постепенно он отказывается и от золота практически отказывается, и вот каких-то внешних эффектных украшений. Идет по принципу, может быть, минимализма, но по принципу выделения, вот, как бы, смысловых акцентов. Вот. В 2009-2010 году он работал на Афоне. Сегодня на Афоне очень много работает наш русский конописок. А в начале, ну, вот, там, 2000-х годов, 90-х годов, на самом деле очень мало, потому что греки очень ревнее относятся. Греки считают себя, так сказать, основателями иконописей, считают русских своими учениками, что справедливо. Вот. Но сейчас, я скажу вам, русские пишут лучше, чем греки. Гораздо интереснее, разнообразнее. У нас, кстати, некогда было показать, там в витрине лежит неплохая очень икона святого Кристиана Римского, который вспомнил очень известный греческий иконописец Кордис, Георгий Кордис, который приезжал к нам, делал мастер-классы, такой маэстро уровня отца Зинон, но только в Греции. Но там он, в общем, можно сказать, один. А у нас, я вам покажу сейчас, большое разнообразие этих иконописцев. Вот. И надо сказать, что пока отец Зинон был в затворе, он ни с кем не общался, а греки вот из этого монастыря, они его просто разыскивали. Вот. И когда он уже работал в Вене, я в Венский уже храм вам не стал показывать, все подряд. Кстати, он большое очень, кстати, большое творчество, все показать невозможно. И когда вот он уже оказался в Вене после его снятия всех причин, они, наконец, его там нашли и уговорили его приехать. И вот после Вены он поехал на Афон и вот так вот расписал там небольшой, но очень красивый храм. Тоже вот можно видеть его стиль. Это такой вот стиль очень, я бы сказала, рафинированный, очень изящный, очень такой... Ну, в нем и декоративность есть, конечно, но в нем, конечно, прежде всего смысловые акценты. Ну, и последняя его работа, одна из больших последних работ. Не знаю, что она последняя, но она просто еще продолжается. Это работа над интерьером Нижнего храма Федоровского собора в Санкт-Петербурге. Вот вы видите этот храм, который был построен в 300-летии дома Романовых, то есть в 1913 году. И, собственно говоря, к его освящению успели сделать только большой коноспас в верхнем храме. А нижний храм пока и остался нерасписанным, но по проекту было понятно, что вот наверху Древняя Русь, а внизу должна быть Византия. Ну, какая Византия должна была быть в начале 20 века, сказать трудно, потому что вообще-то все наши познания о Византии мы приобрели в течение, в общем, большей частью 20 века, потому что, несмотря на гонения, даже российская наука очень много преуспела, ну, советская наука, так скажем, вот, в открытии и в понимании древнерусских и дизантийских памятников. Вот. Но тем не менее, когда вот священник, настоятель этого храма, отец Александр Сорокин, пригласил отца Денона, он дал ему полный карт-бланш, он действительно сделал такой очень интересный проект, где расписана только Апсида, причем Апсида расписана, я бы сказала, в таком стиле совсем ранней Византии, почти античности. Вы знаете, вот когда икона только начиналась, она, ну, если кто знает, там, Сенальские иконы, например, да, это видно, что это абсолютно вот такая античная трехмерная живопись, да, вот такая натуралистическая с хорошими пропорциями, да, античная пропорция человеческого тела, это прежде всего, вот. И вот он ничего не копировал, но, как бы, как он сам понимал, он все это сделал, действительно, это очень эффектно, это очень здорово, интересно, что вот такая низкая алтарная преграда, как, собственно, и было в ранней Византии, вот, здесь тоже и сень такая на алтарная, это все вот древние такие образы, которые сегодняшнему человеку как и непривычные, как, в храме нет иконостаса, да почему же, это что-то такое, это католики или что-то, много-много-много было разговоров по этому поводу. Ну, тем не менее, сегодня это уже устоявшийся проект, и много тут интересного, и в смысле, и сургии даже происходит, вот, ну, вот еще, помимо, он еще до сих пор там дописывает несколько иконы, вот, ну, единственное, что я хотела вам показать, так вот, тоже по древней традиции распятия, как в иконоборческий период часто это делали, распятие Христа Хитония, мы привыкли, что он только в набедренной повязке, но это, на самом деле, самые первые распятия были именно в Хитоне, это можно видеть в римских ранних храмах, это можно видеть на синайских иконах и так далее, вот он возвращается к древним традициям, вот сегодня у меня говорили, что, а что нового там в мозаике Корноухова, если она похожа на Равену, она потому и нова, что вот эти древние образы, они оказываются сегодня, может быть, более современными, чем, вот, близкое к нам по времени искусство, вот, вот стилистика росписи икон, созданных отцом Зеноном, потребовала новой стиле для облачения, вот этим сейчас занимается Ярослав Страдокцев, ученик отца Зенона, и действительно, вот в этом интерьере древние облачения, да, вот, как на иконах, вот, как они по кругу вот так вот кроились, да, вот, с такими вот длинными этими полосами, вот здесь оказались очень уместны. Интересно, что сейчас этот тренд начинает развиваться, возвращается к древнему крою богослужебных одежд, да, потому что вот этот древнерусский коробовый воротник, он очень-очень неудобен, но когда-то был вызван тем, что неотапливаемые храмы и так теплее, да, сейчас это совершенно не нужно, да, а греческие филонии, они наоборот, да, поскольку там южные страны, то боротник остается вот таким, да, открытым, вот, вот видите, то есть интересно, искусство развивается, да, я говорю практически только о иконе или в лучшем случае там о фресках, а вот на самом деле это все подталкивает к развитию и прикладное искусство тоже. Ну вот, долгое время был такой спор действительно, что какое самое главное у нас направление, Древняя Русь или Византия, ну, конечно, больше людей может быть за Древнюю Русь, потому что это наши традиции, исконные и так далее, и так далее, но надо сказать, что и там, и там есть великолепные художники. Вот я вам показываю только двух из них, которые начинали тоже 30 лет, а то и больше, да, уже 40 лет назад, вот, это Александр Соколов, я не стала специально показывать его самую известную икону, которую все знают, вот «Неубиваемая чаша», вот «Неубиваемая чаша», она есть, наверное, в каждом храме, да, и многие не знают, что написал 33-летний молодой, в общем-то, человек, да, в 93-м году, ему было всего 33 года, когда он эту икону написал вместо, вот, утраченной иконы, в советское время она была утрачена, чудотворные иконы для Сапуховского монастыря. Вот, ну, я показываю вот эти две иконы, Лебятовскую, «Не рыдай мне мать», и прекрасного другого иконописания, часто даже вместе иногда работали, работали, потому что, к сожалению, Александр Соколов уже ушел от нас. Вот, Александр Лавданский, Александр Лавданский, тоже сейчас вся семья работает, тут тоже есть одна из таких династий иконописных, и вот они начинали, собственно говоря, тоже в Даниловом монастыре вместе с отцом Зеноном, и вот сейчас это две такие основные линии, действительно, Древняя Русь и Византия. Вот, очень важный вопрос, что мы возрождаем, когда мы говорим, что мы возрождаем церковное искусство, вот что мы возражаем, возрождаем. Очень часто вообще, вот вчера Сергей говорил много о том, что мы не понимаем, мы часто оперируем словом «канон», но мы не понимаем, что это такое. И часто, например, путают канон и стиль. Вот, очень часто на что-то мне обычно спрашивают, а это канонично? Ну, если там нет ереси, если икона соответствует, собственно, учению в церкви, да, если там, все, так сказать, говорит о том, о чем говорит Священное Писание, то икона канонична. Если у нее смысл, соответствует, собственно говоря, назначению ее, молитве, да. Вот, а стиль, может быть, какой угодно. Вот, о двух стилях мы уже сказали, византийский и древнерусский. Более того, внутри византийского есть масса направлений, и внутри древнерусского есть масса направлений, потому что даже в Древней Руси были разные школы. Новгородская школа не похожа на Псковскую, Псковская не похожа на Московскую, Московская на Ярославскую и так далее. И все это Древняя Русь. А Византия тоже. Константинопольская или, например, Балканская какая-нибудь, да, там, сербская школа, да, где византийские тоже мастера работали. Ну, вот, это тоже разница большая. Вот, поэтому это очень важно понять, да, что мы возрождаем. Очень часто просто люди повторяют древнерусскую какую-то композицию, икону, копируют ее, и вот считают, что они написали каноническую икону. Ну, она, может быть, и каноническая, но часто не икона. Или, например, вот сегодня увлечение с такими, там, 17-й или, там, 19-й век, такие палецкие какие-то, вот, очень мелкие иконы, да. Ну, здесь, может быть, и хорошая икона, вот одна из икон в византийском стиле. Это новотихвинские сестры написали, они очень хорошо как раз усвоили византийскую школу. Вот, но хочется дальше пойти, да, хочется, чтобы возник стиль современный, потому что стиль – это отражение мышления человека, да, кто-то так и сказал. Человек – это стиль, да, и если человек вот без стиля своего, да, значит, что-то у него там не в порядке. А уж для художника стиль – это важный, да, но стиль не чужой, а тот, который выходит из его мировоззрения, из его понимания христианства, из его литургического опыта, из его молитвенного опыта. В общем, важно понять, куда мы идем, да. Есть разные направления. Вот я специально взяла такой, как бы, контрастный пример. Икона, такая, копийная для одного влаамского храма, такой, начало XX века, был прям один в один скопировано, вот, вот, вот тех утраченных икон. И с точки зрения, может быть, даже такого копийного искусства, это просто виртуозно, как сделано, да, но это нас ведет только назад, да, но нельзя ходить вперед с головой повернутой назад, да, все равно художник движется куда-то, да, мы же не можем двигаться только назад, мы все время возрождаем прошлое, да, мы не возрождаем искусство, а мы пытаемся возразить прошлое. И другой пример, радикальный пример, он, правда, не осуществился, это художник такой, мельничук, который сделал вот такие, ну, панно даже, да, это не роспись, это прикреплялось для храма в Якутии, где, в общем-то, не было никогда никакой школы иконописи, и это храм около одной из атомных станций, и на самом деле прихожанам этого храма это все понравилось, а епископу не понравилось, потому что это такое, да, это вышел, как вот Малевич что-то сделали, да, что это вот тут, какой-то модернизм там храм принесли, вот такой там среднестатистический иконостасик, да, вот это всех удовлетворит, а вот это вот снять и все. Вот Петербург Дионид в свое время очень такой прославившийся своими такими высказываниями экстремистскими, он, конечно, это искусство зарубил. Но я понимаю, что современная церковь пока в таком искусстве не готова. Вопрос. Канон или стандарт? Потому что очень часто канон понимают как стандарт, вот некий стандарт, да, что проходит, да, вот сегодня нас спросили, а кто благословил вашу выставку, да, а вот где эта вот печать ОТК, да, а где это вот такое, что вот можно или нельзя и так далее, да, и, собственно говоря, зайдя в любую лавку, мы это все и видим, да, вот такие вот стандартные иконы, среднестатистические такие образа, я специально даже взяла не печатные, да, а вот ту лавку, где именно писанные иконы, да, вот они все на золоте, они все вот такие, вот, вон девушка там вот копирует прям один к одному, ну, тут девушка просто сдает экзамен, да, потому что когда в Троицквере Галавре там в школе учат, они, конечно, учат копировать, да, потому что еще Мария Николаевская Ломашка Ильяна и говорила о том, что самый лучший способ обучения иконопсии это копирование, это правда, да, как мы, когда учимся музыке, мы играем гаммы и так далее, да, вот, но все время копировать невозможно, да, все время мы тогда будем испроизводить действительно некий стандарт, некое повторение, некоторое неживое, и поэтому мы и видим вот такие среднестатистические безликие иконостасы, которые одинаковые, которые совершенно вообще никуда не ведут и никакой дух не поднимают, да, вот, но зато существует другое, как бы, другое направление, авторская икона, что это такое, да, вообще это, ну, сам термин возник совсем недавно, сейчас более или менее к нему привыкли, а одно время, ну, просто такие воспринимали, потому что, ну, как, что такое авторская икона, мы всегда, я как искусствовец сама об этом писала, да, об исторической иконописи, что икона в древности, это, конечно, не авторское искусство, это всегда анонимное искусство, вот, не подписывали, в отличие, там, от западноевропейских мастеров и так далее, и так далее, вот, но дело в том, что не подписывать, это еще не значит, что она безликая, да, ведь, смотрите, в лето, то есть, сколько имен мастеров запомнилось, да, потому что люди отличали в древности хорошую икону от плохой, и тогда были Рублевы, Феофаны, Греки, были безвестные мастера, которые просто были богомазыми, и, конечно, их никто не отмечал, не привечал, просто они отрабатывали, как говорится, это слушание, вот, поэтому, конечно, и Рублев это авторская икона, поэтому узнаем Рублева, а Феофан Грек уж это вообще такое суперавторское искусство, где они все мы узнаем, ведь атрибуция искусствоведов как и идет, рука такого-то мастера, да, может быть, известного мастера, но вот смотрите, вот он расписывает храм, и вот здесь это его рука, и вот этот, наверное, храм тоже он расписал, ведь по этому авторскому стилю и узнают того или иного мастера, даже если имя его неизвестно, вот, так что сегодня, когда мы живем, в общем-то, век, ну, можно сказать, очень, так сказать, когда личность на первый план выходит, да, то, конечно, личность художника, иконописца тоже невозможно ее нивелировать, вот, ну, просто, есть, конечно, коммерческое направление, где вот чего изволите, да, вот, Сергей тоже вчера говорил об этом, в каком стиле хотите, в таком стиле, в любом стиле, да, но это тогда не искусство, это тот уровень, который, ниже которого мы не спускаемся, да, вот, а вот есть искусство, и искусство должно быть, конечно, со своим лицом каждый художник, и вот, пожалуйста, например, священник Андрей Давыдов, да, человек, который долго лет, много лет жил в Пскове, сейчас он уже где-то 12-15 живет, создали, вот, или рядом, вот, Анатолий Тенейр, тоже, такой, с ярко выраженным своим лицом, это московский иконописец, вот, конечно, тут может возникнуть вопрос, а где вот проходят границы канона, да, а что в иконе можно, а что нельзя, ведь это специфическое искусство, если каждый будет писать, что хочет, да, тогда это живопись, да, потому что, пожалуйста, никто же не запрещал, и никто не упразднял вообще религиозную живопись, и религиозная живопись сейчас очень сильно развивается, мы, кстати, тоже делаем такие иногда выставки, вот, само название Дары, нашего альманаха, оно возникло после выставки 13-го года, которую мы сделали в Музее архитектуры в Москве, это от иконы до инсталляции и прочих современных, там, актуальных жанров. Мы показали, что христианская тема, это огромная была выставка в двух павильонах, вот, где мы показали, что христианская тема в современной наскульте присутствует в очень разных вариантах, очень разных, и в иконе, и в скульптуре, и в инсталляции, и в видеоарте, и в чем только она не присутствует. Вот. Это было очень интересно. Но в иконе действительно тоже есть свои границы. И вот, скажем, такой интересный псковский иконописец Максим Шишуков. Вот есть у него иконы более направо, от вас налево. Такие более традиционные, хотя тоже со своим лицом он просто узнаваемый. Всегда его манера очень узнаваемая. А с другой стороны иконы, где, в общем, на самом деле они и не иконы. Хотя в иконом стиле написаны. Вот Закхей такой замечательный на дереве, кающийся Петр и побиение камнями Стефана. Вот смотрите, только у Стефана нимб. Даже у Закхея и у Петра нет нимба. Потому что сам иконописец считает, что это скорее такие живописные штудии. Он не претендует на то, что это иконы, тем более, если они там какие-то маленные образы и так далее. Но это та пограничная область, которая для иконописца может быть очень нужна. Почувствовать, где вот это проходит граница. Где граница. Другой тоже такой очень известный иконописец, который закончил Палехское училище. Вообще Палешане. Но очень сейчас ушел от Палеха. Он не пишет, как все эти там Палешане. Единственное, что может быть у него от Палеха осталось внимание к деталям. И такая скрупулезность в стиле. Но у него очень интересная вещь. Вот смотрите, какая у него Ксения Петербургская. Когда сейчас пишут Ксению Петербургскую, это просто плач Ярославный. Это вообще невозможно смотреть. Это всегда кладбище унылое. Всегда какая-то тетя такая стоит в непонятной юбке. И так далее. Но сейчас уже более разнообразно, конечно. А вот поначалу просто ужасно. Такая вообще удивительная цвета. И ее вот так ужасно пишут. Ну вот он ее по-другому написал. Вот такую замерзшую над таким заснеженным городом, моляющуюся перед Христом. Очень интересно. Вот. И, например, вот Петр, да, тоже. Вот мы там видели, то есть плачься Петр. Здесь тоже Петр. Петр, который услышал пение петуха. Вот. Интересно, через наш сайт, да, у нас можно через сайт заказывать иконы. Вот. Кто-то написал, да, что он хотел бы такую икону иметь. Но мы отправили этот запрос иконописцу. Он сказал, нет, эту икону я не буду повторять. Во-первых, это не икона. Во-вторых, это я один раз только написала, у меня было такое вдохновение. Вот. Просто вот традиционный образ я могу повторить. А вот такой образ, он родился однажды. Это вот отношение к искусству, да, отношение к своему творчеству. Да, он не идет, да, хотя ему предлагали большие деньги. Вот это некоммерческий подход. Ну, вот еще одна вот, эти два мастера у нас присутствуют. Вот как раз эти кельтские иконы, Святой Патрик и вот пять икон кельтских святых. Албании, Хильда и так далее вы видели. Вот они у нас присутствуют. Тоже замечательные иконописцы. Филипп Давыдов и Ольга Шаламов. Филипп Давыдов, он сын священника Андрея Давыдова, который я вам уже показывал. Тоже еще одна династия. То есть вот это удивительно, что это продолжается вот так вот, как семейное искусство, хотя они, конечно, уже не вместе творят, отдельно, но тем не менее. И тоже мы видим, как много здесь попыток выйти за пределы не канона, а стандарта, понимаете, вот этого среднестатистического понимания иконы. Вот выйти к тому, что является живым творчеством. Не случайно, если назвали живая традиция, потому что они ищут это живое творчество. Вот я не знаю, вам видно или нет, вот Христос, вот у Филиппа Давыдова, ну это, конечно, тоже, не знаю, можно ли назвать иконой, скорее, определение современного искусства. Это Христос в темнице. Там прути сделаны реально из железа. И она в свое время, вот год назад, когда он ее написал, она просто весь интернет обошла и стала таким хитом, вот, потому что действительно всех как-то взволновал этот образ. Ну вот Ольга Шаламова пытается делать, например, иконы в виде набойки, вот, в верхнем ряду, крайне право, это не писанные иконы, это набойки. Это тоже старинное такое искусство, когда на ткани, да, по трафарету набивается образ. Вот, и тоже вот новое ищется в старом, но не так вот просто копируя, да, повторяя старое, а актуализируя, да, вот эти вот ровенские образы, да, вот эту древнюю технику, там, инкаустики. И сегодня многие используют, да, с легкой руки отца Зенона, вот, отец Андрея Давыда, в частности, инкаустика пишет. Вот, это вообще античная техника, на фонару фаюнские патриоты были написаны. Вот это древнее по-другому можно использовать, и оно оказывается актуальным и современным. Вот, очень важный вопрос, иконопись это искусство или нет? Очень часто люди, как раз, говорят, ну иконопись не искусство. Когда-то, как Артислав Флоренский сказал, что икона, она или больше искусства, или меньше искусства. Она как бы не сводится к искусству. Что может быть и правда? Ну, икона никогда не минус искусства. И это как раз видно по хорошим художникам. Вот Ирина Зарон, ее святой Колумба, мы видели ее икону, она улитный человек. Она уже таким зрелым, состоявшимся художником, в начале 90-х годов пришла в церковь и совершенно не собиралась. Ну, просто вот они крестились с мужем, когда вот многие пошли в церковь, да, вот, и не собиралась писать иконы. А священник просто сказал, ну, они восстанавливали храм, что, ну, раз вы художники, давайте принимайте за работу. Она говорит, она никогда не писала иконы, ну, вот попробуйте. Она попробовала, не получила. И вот смотрите, вот эти вещи она пишет для выставки, да, это не иконы. На таких обрезках камней или вот на такой загрунтованной, очень грубой поверхности, где она пишет такими, знаете, даже не всегда красками, а песком, перпечом и так далее. То есть, какими современными, да, какими-то материалами, которые она добывает, не из чего. Да, вот когда она стала писать иконы, вся ее стилистика, она сохранилась. У нее всегда такой приглушенный, как и, наверное, с Зоколомбовым видели, да, такие сближенные тона. Такие, вот такой схумато, такое вот звучание под сурдинку. Никогда не яркость, никогда не вот этот вот яркий цвет или там золото, которое бьет тебе в глаза и так далее. Или там, в лучшем случае, какой-то асис. Конечно, здесь все выглядит немножко бледно, да, потому что, ну, это вообще не передашь. Но, тем не менее, это очень интересный момент. То есть, она остается художником, будучи иконописцем. И это очень важно, чтобы иконописец чувствовал себя художником. Не художником, который говорит, что хочу, то пишу, да. Все-таки есть какие-то границы, границы жанра, понимания, образа, богословия, в конце концов, там, литургическое назначение. Все-таки этого искусства важно учитывать. Но чтобы вот художественное творчество всегда оставалось. Если его нет, то никакой ни красоты, никакой глубины не будет. Ее муж Сергей Антонов, с которым они вместе работают. Вот этот иконостас в верхнем левом углу, вот это они вместе делали. Он резал иконостаса, и там очень интересные, там вместо орнамента надписи идет такая, очень красивая вязь. Вот, вообще весь храм они вместе оформляли. Это Андреевский монастырь, надуратный храм. А это его скульптурная работа. Причем, вот, опять же, жалко, что плохо видно. Вот этот иконостас, светофимовский предел Сергеевского храма в Кропивниках, он вообще сделан, такая железная рама в виде креста, и в нее вставлены каменные иконы. Это вообще, я бы сказала, такой революционный подход. Как иконостас. И, тем не менее, нашелся священник, которому это понравилось, который поставил. Ведь, когда меня спрашивают даже, а может эта икона быть в храме или нет, я говорю, это зависит даже не от художника. Это зависит от священника, это зависит от прихода, это зависит от храма. Есть храмы очень радикально оформлены, а есть храмы жутко оформлены, безвкусно. И это зависит от, не от художника. Потому что, может быть, даже хороший художник, но, идя на поводу у безвкусного, и не понимающего священника или прихода, он может сделать плохую вещь. И вот даже, кстати, вот этот крест, такой вполне модерной, надо сказать, тоже находится во дворе храма, во дворе храма святого Антипа Пергамского в Москве. Это прямо около самом центре, около музея изящных искусств имени Пушкина. То есть, я хочу сказать, что художник, он и в церкви должен оставаться художником. И вообще, храм должен быть местом уникальным. Ведь когда-то наша вера начиналась с того, что послы князя Владимира были в Святой Софии, и как они передавали, они сказали, что они не знали на небе, они были или на земле, точно там Бог пребывает с человеками. Что их поразило? Они вряд ли знали тонкости литургии и так далее. Но вот весь этот синтез искусств, вот мозаики, вот это сияние, да, вот эти хоры, которые пели, да, вот эта красота действительно небесная, да, она их поразила и убедила князя Владимира в том, что надо принимать, да, именно эту веру. Александр Корнаухов, вот сегодня тоже я вам показывала его мозаику. Вот человек, который очень давно, очень тоже больше, больше 30 лет занимается мозаикой и оформлял вот и папскую капеллу, вот справа как раз мы видим образ рая на восточной стене. Это храм, например, святителей под Москвой. И тоже человек удивительный, который тоже идет о древней мозаике, но делает ее современной. Знаете, сегодняшнее искусство церковное должно говорить на современном языке, потому что мы не можем мыслить как в 15 веке, как в 13 веке, в 17 веке, даже в 19 веке, да, мы мыслим как люди 21 века и молимся как люди 21 века. Вот. Не только же в России, вот даже наша выставка показывает, не только в России развивается икона, но и развивается вот в Сербии, вот тоже эти, вы уже узнаете, здесь другой святой, святой Силан Афонский, но также написан, как вот у нас святой Бриндан с Тодором Дмитровичем. Верхние, значит, слева направо, это Украина, Иванка Демидович, Иванка Демидович, вот, румынские мастера, Иван Попа, вот, такое на белом фоне расстоятие с красным, это Польша, Лешка, вот, Георгий Кордис, тоже я вам говорила, вот, нижний ряд, Греция тоже очень такой интересный, иногда с радикальным таким пафосом иногда у него вещи, вот, в центре нижнего ряда это Грузия, вот, то есть очень-очень интересно развивается современная икона в других православных странах, и не только православных, да, не только. Вот, ну и последний мой вопрос, есть ли иконы будущие, если есть, то какое, потому что это вопрос, на самом деле, не только к художникам, это вопрос к каждому из нас, это вопрос к тем людям, которые посещают храмы, тем людям, которые интересуются иконой, тем людям, которые, в общем, как-то об этом думают. Ну вот, спасибо. Есть ли у вас какие-то вопросы? Да, вот только подходите к микрофону. Вы вот сказали, что, как бы, это, может быть, канон, но это не всегда икона. И вот, на самом деле, я так и не понял. Нет, 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 не канон, а икона. Ну, вы так выразились. Нет, я, наверное, может, это не четко выразилось, или вы не совсем так поняли. Нет, канон, понимаете, само слово канон, почему сейчас от него даже отказывается, потому что не всегда, так сказать, понимают. Под каноном понимали, ну, некоторый набор, как бы, таких элементов, которые выражают, собственно говоря, веру церкви, да, которые выражают, ну, какие символические детали, там, скажем, Христа надо изображать, там, с кричатым, нимбом, да, там, подпись должна быть такая-то, ну, какие-то ряд правил, да, которые никак не влияют ни на качество, ни на стиль, ни на что. Просто сегодня канон не так понимает. Вот, вот, чтобы понять, что перед нами Христос, ну, вот, нужно, это же не портрет Христа, да, Пушкина мы узнаем, вот, похож, не похож, да, может, не можно сказать, похож на Христа или не похож на Христа, да, просто, вот, некий набор элементов, которые позволяют нам узнать, что вот это Христос, а вот это Божья Матерь, да, она вот в таком вот облачении, вот у нее там три звезды, вот у нее, значит, вот так написано, да, там, там, Свято Николай вот так пишет, да, это так. То есть это ни на что не влияет в смысле качества, стиля, художественной выразительности и так далее. Это некий набор очень небольшой вещей, ну, чтобы передать именно, так сказать, вот церковное содержание, то есть содержание, которое должно отразить в иконе. Не вообще, вот вчера, не вчера, на открытие ко мне подошел один молодой человек и сказал, знаете, я хочу написать вот такую икону. Я говорю, какую? А вот впереди мне будет Святой Христофор, знаете, вот, в Крюси главе, да, что, кстати, не экономично, объясню, почему. Вот, а справа белка и стрелка. Будет ли это иконой? Я говорю, ну, это будет оригинальным произведением, но иконой это точно не будет. Хотя, он говорит, а вот скафандры у них же как нимбы, я говорю, ну, как нимбы, да. Но иконой это не будет, даже если он напишет это прям вот супер написанным стилем. Ну, а вот вы можете сказать, на что можно обратить внимание в первую очередь, чтобы понять, что, например, вот это точно не икона, хотя автор пытался, но, может быть, он не знал, не имел образования правильно. То есть, как бы, вот где подсказка, что, конечно, это вот художество, там, как Вы сказали, церковное творчество, но все-таки не является иконой. То есть, вот есть какие-то вот... Ну, кстати, чаще всего, если их автор ничего да не знает, вот, но пытается написать икону, какой-нибудь деревенский, например, художник, он скорее напишет икону, потому что у него есть некоторые слои благочистки, да, если он церковный человек, и немножко представление о том, что все-таки вот там, ну, как вы должны быть икона. Вот. В этом смысле она, может быть, не будет искусством, да, но, может быть, часто, кстати, вот какие-нибудь краснушки деревенские, икон 19 века, ну, там, ну, нет искусства вообще, ну, только примитив-примитив, но они такие иконы, вот, с точки зрения иконы, они просто вот, ну, хочется на них молиться, да, а бывает написано, ну, таким академическим, прям такая сладость, прям такая вот все вот, сладочки, и все-все-все, и ты понимаешь, что это не икона, это что-то, это просто вот такое творчество, непонятно зачем. То есть, получается, элементов канона вообще очень мало? То есть, там их прям вот 10, ну, и, грубо говоря. Ну, не 10, ну, поэтому сейчас отказываются от слова канона, потому что всем понятно, что есть какой-то набор вот вещей, да, ну, вот крещатый нимб, да, ну, это вот знак Христа, потому что вот крест с ним связан, да, вряд ли можно написать там крест там святого Николая, да, они убитые, хотя как раз вот часто неграмотные иконописы иногда допускают вот такие какие-то вещи. Знаете, икона – это богословский язык, прежде всего, понимаете? И она выражает не просто вот свое какое-то понимание, вот тут белка и стрелка, а тут, значит, святой Христофор, а это богословь и вкраска, поэтому прежде чем вообще написать икону, нужно как-то углубиться в само содержание, там, вера, литургии, вот образ, что должен обозначать и так далее, да, вот что передает тот или иной образ. Как раз сегодня этого не хватает иконописам, им ни техники не хватает. Сегодня, кстати, даже в копийном, в таком ремесленном направлении очень много вещей, вот, ну, довольно высокотехнологических, но при этом не хватает понимания, да, вот не хватает понимания, что вот так нельзя делать, вот тот же Христофор, да, ой, какая хорошая там, вот с петей головкой, значит, такой этот самый Христофор. Ну, надо знать историю церкви, что, как минимум, сенот Русской Православной Церкви и соборы Греческой Церкви запрещали изображать, потому что святой – это образ Христа, да, вот, а Христос не воплощался ни в собачку, ни в кого, да, вот, и всякие там уловки о том, что он был писеглавцем и якобы, так сказать, имел вот такую внешность, они ни о чем. Или, например, все сейчас пишут Святую Матрону с закрытыми глазами, тоже. Это совершенно не иконное изображение. Она с закрытыми глазами была при жизни, да, а если мы ее пишем прославленным в образе, где, так сказать, небесная, так сказать, в фарсе небесно все исцеляются, вот, то, конечно, она должна быть с открытыми глазами и так далее. То есть, есть вот ряд таких вещей, которые просто связаны, например, в христианской антропологии, что мы понимаем под человеком. Может человек, вот, так сказать, в царстве небесном неисцеленном, или не может. Может человек иметь, так сказать, пьесью морду, или не может, и так далее, да. То есть, вот какие-то такие вещи, которые глубже, чем просто даже искусство, да, они уходят вот в эти глубины. Ну, а вот закрытые глаза Матроны, вот ваш пример, да, это особенность стиля, или это уже жестко неканонично? Это особенность непонимания того, что мы пишем. То есть, это неканонично? Это неканонично, потому что мы пишем человека в преображенном, расслабленном виде, да, мы не пишем его портрет. Вот, например, ну, вот я говорила, да, что на примере Маврикия, да, что там написан как раз человек, который уже не военкомандует, не военачальник, да, а он как раз лишен всех чинов и званий, да, там, меч опущен, там, чей этот валяется, но он прославлен в царстве небесном, да. Ну вот, а у нас, например, Ушакова пишут с орденами, как будто на парадном портрете. И чем тогда портрет отличается от иконы? То есть, надо понимать границы жанра. Что мы пишем, для чего мы пишем. Сейчас этого не понимаю. Спасибо. Вот, вот, военный храм, там все смешано, все. Хорошо, что еще добились, чтобы там не было Сталина, Путина и Шоя Голова. Добрый вечер, у меня два вопроса. Вопрос первый. Может быть, собственно говоря, не так важно, как выглядит иконы, если, как говорится, а все остальное добавляется уже верой. Ведь, собственно, церковь, это не икративная галерея. Это первый вопрос, и второй вопрос. Но ведь в 20 веке же у нас существовало довольно большое количество храмов, где дореволюционная традиция продолжалась. Я имею в виду, так называемые русские зарубежи, там, русские храмы в США, Франции, Югославии, а также на, ну, например, идет на западных территориях, там, Прибалтика, Западный Украин, даже Белоруссия. Вот, когда у нас началось возрождение иконописи, ну, массовой иконописи, в казательских годах, вот каким-то образом вот наработки русского зарубежья использовались, как-то они влияли на это дело? И вообще имеют, и вообще, то есть, что будет, скажем, из какого-нибудь стиля русского зарубежья сейчас, и как к нему относятся? Вот, ну, иконописи имеете в виду московского патриархата? – Хорошие вопросы. Значит, на первый вопрос отвечаю. Конечно, можно молиться вообще без икон. Понимаете, вот без всего можно молиться. Вот встаньте, закройте глазки, и вы перед Богом, и все. Чувствия сердца – это достаточно. Но дело в том, что храм изначально – это образ Царства Божия, да, образ неба на земле. И там должно быть все по высшему разряду. Вот я не случайно упомянула, с чего началась наша вера, да, с красоты Софии Гностинопольской, да. И если мы посмотрим, то во все века старались храм сделать на самом красивом месте. Вот представьте, у нас сейчас много визуальной информации, да. А тогда человек жил там в довольно серых буднях, тогда не было там ни телевизора, ни айпада, там ничего такого, да. И он приходил, и вот эту вот красоту видел, и, конечно, эта красота его поднимала к небесам. Понимаете? Вот. Потом, конечно, вкус менялся, падал и так далее. А потом еще эпоха тиражности вступила, а в XIX веке там промышленное производство вообще самых таких дешевых икон, где только подокладницы, да, только ручки и личики писали и так далее, да. То есть уже девальвация образа и непонимание вот этого антологической сущности красоты происходит. Поэтому, конечно, мы меримся, да, да, можно молиться где угодно, да, можно молиться в храме, который украшен там безвкусно, некрасиво, алиповатый и так далее, и так далее. Да, и вообще категория вкуса сейчас почему-то ушла. Ушла из церкви абсолютно. Сейчас все в церкви жутко безвкусно. Жутко безвкусно. Посмотрите на любую церковную лавку. Это просто какой-то ужас. Ну вот. Поэтому я считаю, что каждый храм, во-первых, должен быть уникальным, непохожим, никаких тут не должно быть таких вот софринских, это самое, под одну гребенку. Ну вот, каждый храм должен выражать вообще, так сказать, каждый человек другой, да, каждый священник отличается от другого, да, каждая община должна быть и по сути такая, и является другой. Поэтому это выражение нашей веры. Вот какая вера, значит, у нас вера такая вот, понимаете, халтурная, вот такая вот непонятная и так далее, да. Поэтому я считаю, храмы должны быть очень красивыми. Они должны быть продуманы, они должны быть, но такими, какие, собственно, они задуманы. Или вообще не нужны этих храмов, да. Пусть будет, я знаю, там, одна-две иконы хорошие, чем 555 безвкусных и безалаберных. Потому что сейчас икона, это не окно в Царстве Небесное, а это просто предмет культа. Вот перед, и вот свечку тебе поставить, и все, какая она там, кто там на ней нарисовал, зачем это все это, они вообще не вникают. Это, к сожалению, это вообще низкий уровень нашей церковной культуры, к сожалению, в этом всем проявляется. Второй ваш вопрос. Второй вопрос насчет русского зарубежья. К сожалению, к сожалению, опыт русского зарубежья практически не воспримет. А это жалко, потому что... А почему? Это нужно думать, почему. Нужно думать, почему. Вроде объединились у нас с церковью. Ну, во-первых, объединились совсем недавно. Не все равно? Нет, не все равно. Не все равно. Объединились только недавно. А возрождать начали раньше. Но это даже не поэтому, а потому что очень быстро, очень быстро у нас пошло вот это коммерческое направление. Вот это самое ценое, как это, числом поболее, ценой подешевле. Хотя потом оказалось, что это не так дешево, а даже иногда и дороже, чем в Софрино, там, в том же заказать икону, чем в простого иконописца. Поэтому тут много причин. Тут даже вот одной причины нет. Я занималась и русским зарубежем. У меня есть книга вообще про икону в 20 веке. Очень люблю, например, Григория Круга. Я считаю, что это вообще один из лучших иконописцев. Не воспринято. Даже когда вернулась сюда сестра Иоанна Рейхингер и пыталась здесь что-то делать, это было в очень узком круге. И ее искусство, в общем, как-то всеобщего признания не получило. Хотя она духовная дочь Сергея Булгакова и там многое расписывала. Но вернулась после войны и здесь оказалась не воспринятой. Так что с русским зарубежием вот, к сожалению, нет вот такого художественного преемства, контакта. И это жалко, потому что там очень много интересных находок. Очень много. Хотя много, там тоже халтуры, тоже много. Все. Еще какие вопросы? Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. Можете ли вы выделить какие-то интересные традиции, кроме русских, русской традиции и иконописи православные сегодня? То есть, вы не уже сказали про греческую. Есть еще что-то интересное? Ну, конечно, есть. Я считаю, что очень интересно. В Украине развивается это написание. Очень интересно. А в Сербии, ну вот, про Тодор Митровича мы уже вам говорили. В Румынии у нас в одном из лимонахов про румынских иконописки есть прекрасная статья. Может, даже Сережа покажет сейчас. В Румынии очень интересно развивается. То есть, на самом деле, ничто не стоит на месте. Просто, может быть, в других странах они чуть-чуть меньше и там ситуация, может быть, как бы, да, вот, ага. Вот я считаю, что Румыны очень интересно развивается. Вот кто хочет посмотреть, даже можно пустить по рядам. Как ни странно, даже в Белоруссии лучше в ситуации, чем у нас. Вот. Хотя, опять, лучше, хуже, трудно сказать, потому что мы-то занимаемся, ну, как бы, высоким искусством, поэтому мы отбираем хороших и мы видим, что их немало, на самом деле, хороших конописцев. Ну вот. Но все-таки больше гораздо, вот, такого же потреба. И повторяю, что дело даже не в самих иконописцев, а в заказчиках, потому что, к сожалению, иконописцы очень, ну, зависимые люди, да, они, ну, даже художник может просто писать, писать там, когда-то, да, потом, может быть, набрать на выставку, показать, да. Ведь выставки иконописцы не так частки, вообще, иконописцы не для выставок делают, это уж так, скорее, это исключение, или вот специальные какие-то проекты, вроде нашего, да, когда вот мы прям задали эту идею, и она была подхвачена многими, ну, вот, или, например, у нас есть проект, который мы периодически повторяем, это нежная кисть женщины-иконописцы, потому что это тоже интересная тема, потому что до сих пор многие люди считают, что иконы пишут только исключительно мужчины, исключительно монахи, да, еще обязательно спросят, а точно надо поститься и молиться перед там, всем написанием иконы, ну, вот, то есть такие, какие-то, ну, штампы у людей в голове существуют, поэтому нет, сейчас очень много интересного, очень много происходит очень интересно, очень интересно развивается шитье, очень интересно развивается вообще тема тканей, вот, и тоже где-то и возврат к старым техникам, вот, и в то же время какие-то и новые технологии возникают, прикладной искусств очень интересно развивается, с архитектурой немножко похожи, вот, я тоже вчера рассказала, И архитектура – это самый сложный в этом смысле вид, потому что он требует больших средств. Большие средства, как правило, у людей, которые не очень следующее вообще в искусстве, так скажем, мягко. Спасибо. Бифлеянских младенцев в Барнауле, что можете сказать? Ну и мне кажется, что как раз попытка решения плохой архитектуры и хорошо проработанного внутреннего пространства – ваша оценка. Ну, вы абсолютно правильно сказали, да, его как раз оформляли наши друзья, это Ирина Зарова, Сергей Антонов и Александр Корнаухов. Да, действительно, попытка из плохой архитектуры сделать хороший интерьер, да, это получилось. Это, мне кажется, хороший пример. На самом деле, да, вы правы, искусство может очень сильно изменить интерьер. Можно плохой интерьер сделать красивым, да, а можно, наоборот, загубить хороший интерьер плохими, там, иконами, такими некачественными вещами и так далее. Да, здесь, потом, понимаете, вот, ну, сейчас уже есть такие, конечно, попытки, ну, как бы, вот, вернуться к этой идее синтеза искусства, чтобы все-таки работали по единому проекту. А так обычно одни строят, другие там пишут, даже вот одни режут иконостасы, а другие в него должны стоять иконы, да, и сделают такие окошечки, что много раз ко мне даже просто приходили советовать, вот какой сюжет можно писать, такой кругленький окошечек. Ну, кроме, там, лейко-херувима, наверное, ничего. Или, там, наоборот, какие-то на праздники вдруг делают продолговатые какие-то окошечки, когда все праздники, наоборот, ну, как правило, вертикальные. Ну, то есть, понимаете, это вообще, видимо, у нас национальная черта. Мы мало думаем, знаете, очень мало думаем. Вот надо все-таки вдумываться в то, что мы делаем. По поводу центрального образа интерьера, Агнец, Вы тут упоминали, что есть определенный канон, и вот острота, как бы, этого образа, ну, все-таки есть запрет Седьмого Вселенского Собора. Не, не Седьмого Вселенского, а Трульского, 5-6-го. Ну, да, простите, сейчас, по изображению Христа в виде Агнеца, ну, с момента воплощения. Вот острота этого образа, как, не режет Ваше восприятие? Нет, нет, Вы знаете, нет, потому что некоторые, это же не догматический запрет, просто в определенный момент нужно было, как бы, поднять, ну, как бы, образ именно воплощенного слова, да, и сделать его главным. Чтобы он не растворялся, тем более, что вплоть даже до Седьмого века все-таки язычество трудно выходило из людей. Вот, и это, конечно, ситуативное такое. Я думаю, что сегодня это вполне возможно изображать, тем более, что это образ, не противоречащий Священному Писанию. Вот, понимаете, я думаю, что возврат некоторых древних каких-то традиций, он даже сегодня естественен. Потому что сегодня это никого не уведет в язычество, да, понятно, что они не будут путать, так сказать, творца и тварь. Вот, а, ну, на какие-то размышления, на какие-то такие, ну, богословские сюжеты может их, ну, людей натолкнуть. Я думаю, что в Украине Акнице очень естественно сегодня. Это ничего страшного. Просто Мадонны, Леонардо и Рафаэль, это не иконы? Ну, как вам сказать, поскольку они писали как моленный образ, функционально для католиков они являются иконами, если они в храме и возле них люди молятся. Но они не иконы в том смысле, что от иконного стиля очень далеко ушло за несколько веков искусство. Вот до 12-13 века, в общем, можно сказать, канон был, ну, где-то, ну, близкий. Вот. Ну, даже вот, я не знаю, всеянское искусство 13 века, да, там, оно вполне, так сказать, укладывается в понимание иконы. А здесь уже пошла живопись. Живопись, это, конечно, она религиозная, она, конечно, может быть, кого-то подвигнет к молитве, но там другие задачи были. Там другие были задачи, задачи более художественные, менее богословские, может быть, скорее философские даже у Леонардо. Вот. Но функционально они, ну, как бы, исполняют роль священного образа, да, если они поставлены в храме. Ну, не у нас, а, опять же, соответствую, так сказать, культуре западной традиции. Вот. Для нас это, конечно, не икона. Ну, вот два вопроса тогда. Если это не икона, то авторская икона, про которую вы рассказываете с сегодняшнего дня, она, мне кажется, движется в направлении от Леонардо и Рафаэля. Ну, я имею в виду в направлении живописного самовыражения художника. И не превратится ли они, не превратится ли эта авторская икона в такие же не иконы, как Леонардо и Рафаэль? Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос. Иконы, они служат для контакта молящегося с Богом, вот, насколько я понимаю, да, вот. И считаете ли вы, что развитие авторской иконы, о котором вы рассказывали, оно упрочивает, налаживает лучше этот контакт, чем канонические иконы? Ну, во-первых, пока что авторская икона... Ну, как бы, что они, этой главной цели лучше соответствуют, чем скучные иконы. Я понимаю ваш вопрос. Во-первых, опять же, если я говорю, что канон понимает совсем узко, как набор некоторых, так сказать, узнаваемых черт, они из этой парадигмы не выходят. А авторское, оно скорее в смысле стиля, в смысле подачи и так далее. Но поскольку, понимаете, вот это наперед опасение, оно может быть преждевременно. Пока этого не видно. Даже самые радикальные, вот даже то, что мы показывали на выставке, там есть радикальные решения, они все равно, все равно они в иконной парадигме. Просто люди очень разные. Кому-то ближе, наверное, какой-нибудь строгий образ, где меньше вот этого, как бы, авторского привнесения. Для кого-то, наоборот, как бы, может быть, вот это вот созвучие понимания авторам возникает и так далее. То есть, сейчас мы живем ведь в мире, ну, скорее, такого переходного, да, может быть, экспериментов, вот попробовать нащупать все-таки весь стиль. Вот вчера хорошо Сергей правильно сказал, что вот мы 30 лет строили храмы, и у нас нет единого стиля, да. Вот, скажем, начало 20 века. Там тоже очень сильно была авторская, там, скажем, архитектура, да, но родился стиль модерн. Он очень разный. У Щусева, там, я не знаю, там, у Кекушева и так далее, да, в начале 20 века. Но это все равно единый стиль модерн. У нас нет единого стиля. У нас нет единого стиля, может быть, даже и не может быть уже единого стиля, да. Слишком индивидуалисты мы. Но есть, я повторяю, разные люди, разные приходы, разные, ну, как бы, эстетические предпочтения, да. Тут главное, может быть, ну, чтобы и иконописец, когда он пишет, да, он понимал, ради чего он это делает. Ну, для него это тоже контакт. Ну, я знаю этих иконописцев, и они действительно ищут вот этот... Ну, понимаете, Андрей Рублев, это уже некорректный пример, потому что мы слишком привыкли к Андрею Рублеву. На самом деле, Крой с Андреем Рублевым, это такой же авангард для 15 века, как сейчас для нас, ну, я не знаю, там... Нет, нет, конечно, нет, нет. Так вот, они ищут этого... Вот так они ищут, потому что просто написать безликий образ для него, вот для того, отца Зенона, для, там, Андрея Давыдова, там, еще кого-то, да, для него вот как раз безликий образ, он стенка. Да, ну, конечно. Ну, да. Ну, не отходят они от канона, понимаете? Они не отходят от канона. Они стилистически ищут новый язык. Это новый язык. Ну, а мы же не живем ни в Византии, ни в Древней Руси. Значит, мы сегодня должны говорить на том языке, на котором мы сами мыслим. Ну, в том числе и это, свой талант, свою интуицию, свой молитвенный опыт, литургический опыт. Вот видите, даже священники есть среди этих людей. Это же не просто человек, который служит литургией, который совершает их хористию и так далее. Он пишет такие иконы, которые многим, кажется, может быть, радикальными. А он как раз ищет способ, вот как бы выразить, вот, вот... Ну, может быть, и это, да. Ну, да, интуиция. Ну, да, это поиск, да. Ну, да, конечно. Ну, наверное, всем, да, спасибо за то, что пришли, выслушали. Продолжение следует...